Всем привет! Я очень рада вас видеть на моем канале Алиса Блэк. И сегодня я хочу поближе вас познакомить с нашим помощником. Это пылесос от марки Thomas Aquabox Compact для сухой уборки, без мешков для сбора пыли, системой фильтрации Aquabox. Я сама выбирала данную модель и привлекло меня прежде всего то, что этот пылесос не просто очищает квартиру от пыли и мусора, он также очищает воздух. Благодаря функции увлажнения воздуха во время уборки летающие частички пыли тяжелеют и оседают на поверхность. Таким образом устраняется практически 100% пыли и пыльцы. И это было очень важно для нас, потому что двое наших детей страдают аллергиями. Прежде чем мы приступим к уборке, давайте подготовим пылесос. Итак, вместо контейнера для сбора пыли внутри пылесоса вы найдете вот такой вот аквафильтр, в который нужно будет налить воды до отметки, указанной на контейнере. Размещаем данный контейнер внутри и уже можно приступать к работе. Выдвижная трубка, которая оказалась достаточно легкой. Стандартная щетка с рычагом переключения с пола на ковер. Сейчас послушаем громкость пылесоса на разных режимах. С всасыванием крошек и пыли пылесос прекрасно отправляется даже на самом минимальном режиме. Ну а ковры же я пылесосу на максимальном. Как видите, щетка может пролезть под крупногабаритную мебель, но не под всю. В таких случаях можно использовать другую насадку. Также такой насадкой очень удобно чистить клавиатуру, пылесосить мягкую мебель. Мы также прошли с удовольствием по нашему лохматому пледу, на котором застревают различные ворсинки, волосы и прочий мусор. При помощи узкой насадки можно добраться до самых труднодоступных мест. Пылесос достаточно маневренный, он легко передвигается из комнаты в комнату, поворачивается во все стороны. И вот что остается в контейнере после уборки. Теперь осталось только промыть аквафильтр и высушить его. Ну а теперь самое интересное. Я оставлю кадры из видео с тест-драйвом, которые видели мои постоянные зрители во влоге, где я решила сначала пропылесосить ковер нашим обычным пылесосом вертикальным, который, кстати говоря, собрал очень много пыли с этого ковра. После этого я пропылесосила ковер пылесосом Thomas Aquabox Compact. И то, что я увидела, просто меня повергло в шок, потому что я была уверена, что водичка будет слегка загрязненной, но она была настолько грязной, как будто до этого я не собирала кучу пыли другим пылесосом. И это, кстати, еще не все. У данной модели есть дополнительная функция. Это всасывание различных жидкостей. И сейчас мы ее проверим. Когда контейнер наполнится, пылесос отключится сам. Собираем шнур, немного потянув на себя. Также пылесос имеет два варианта парковки – вертикальный и горизонтальный. Ну а со всей дополнительной информацией данной модели пылесоса вы сможете ознакомиться, пройдя по ссылочке, которую я оставлю в инфобоксе. В заключении данного видео хочется сказать, что пылесос нам этот очень понравился с мужем. И действительно, то, что мы увидели во время тест-драйва, не может не впечатлять. У нас был шок, потому что вот так вот ты убираешь, убираешь, убираешь. И тебе кажется, что все уже чисто, и дети могут спокойно сидеть на ковре, играть. И ты можешь об этом не беспокоиться. А оказывается, вокруг огромное еще количество пыли, которую не высосал обычный пылесос. И уже только за такие результаты во время уборки я могу рекомендовать данный пылесос. И особенно рекомендовать его тем, у кого много ковровых покрытий, много мягкой мебели. В доме находятся домашние животные, маленькие детки или же люди, страдающими аллергией. Из минусов могу отметить шнур. И сейчас я поясню, в чем проблема. Дело в том, что здесь нет какой-то определенной кнопки, которая бы сворачивала шнур. Здесь механизм такой, что вы немного тянете его на себя, и он начинает сворачиваться. Так вот, во время уборки несколько раз возникала такая ситуация. Шнур где-то цеплялся, и получалась просто имитация движения, когда вы хотите собрать шнур. В итоге, во время уборки шнур начинает сворачиваться. Приходится останавливать уборку, включать пылесос, идти вновь вытаскивать шнур. И это было очень неудобно. И последний минус, это если придираться, звучит так. Потому что если у вас маленькие детки, то во время уборки нужно быть предельно внимательным. Так как данный пылесос ни в коем случае нельзя ставить вертикально, пока там находится контейнер с водой. Это может привести к поломке. А вы знаете, насколько дети любят пылесосы. На этом все. Я очень надеюсь, что видеообзор был для вас полезен. Подписывайтесь на мой канал, если вы новый зритель. Буду благодарна вам за пальчики вверх. Ну а с вами была Карина. Увидимся в других видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok